Итак, уважаемые дамы и господа, наступил момент, которого вы все так долго ждали. Ахмат Кикбоксинг представляет вам главное событие сегодняшнего вечера. Пятираундный бой за титул чемпиона мира WBC Муай-Тай в тяжелом весе. И в синий угол ринга, добро пожаловать, боец из Румынии. Лейнзе Чамблеев, пожалуйста, в боец из Румынии по прозвищу Шерхар Каталин Марошану. Я тренировался в Румынии в Скорпионс Джим. Я Шерхан. Я съем Маугли. Мое мнение о забитии Самеде? Мне он не нравится. Вот мое мнение о нем. Забит хорошо двигается по рингу. Самое сложное для меня будет поймать его сильным ударом. Я знаю его. Я видел его поединки. У него хорошее видение в бою. Но его минус в том, что он не нокаутер. Он не может отправить меня в нокаут, потому что он не такой сильный, как я. Мой плюс в том, что я очень силен. У меня очень мощный левый хук. И я могу отправить его в нокаут в любой момент. Но у него преимущество в скорости. Я впервые в Грозном. Здесь, как в Европе или как в Дубае, много высоких зданий. Совсем недавно здесь была война, но сейчас Грозный выглядит не хуже самых красивых городов мира. Мне очень нравится здесь. Забит, ты мне не нравишься. Ты мне не нравишься, дружище. Ты Маугли. Я Шархан. И я съем твою жизнь, дружище. Я съем твою жизнь на ринге. Увидимся там. Увидимся там. Так, дорогие друзья, главное событие сегодняшнего вечера. Каталин Марушану, звезда румынского кикбоксинга, прямо сейчас выбегает в своей традиционной манере в ринг. И, как мы уже говорили в самом начале программы, он зол, он агрессивен, он страшен в этом гневе. Но вот эта вот его агрессия далеко не всегда идет Катарина Марушана на пользу. Посмотрим, как-то оно будет сегодня. Шархан во всей своей красе. В красный угол. Добро пожаловать, боец, представляющий Азербайджан и бойцовский клуб Ахват. По просвещу Маудли, заби Саамедов. Ну и, наконец, забит Саамедов. Грозный для меня уже как второй дом. Я чувствую любовь и уважение чеченского народа. Я верю в Всевышнего Аллаха. И каждый раз, когда я молюсь, я прошу, чтобы он поставил меня в истинный путь. И перед боями я молюсь, чтобы я вышел с этого боя победителем. Я прошу его об этом. И он мне помогает. У нас была трехнедельная подготовка в Болгарии. Спор делали мы в основном на вносливость, на силу. И отрабатывали спарринги в парах. Наша команда очень хорошо готова. В том числе и я. В последнем бою, когда мой дорогой брат, старший Рамзан Ахмадович Кадыров, поддерживал меня, я чувствовал вообще силу. Как будто мы с ним дрались вдвоем вместе. Даже в моменты, когда он подсказывал меня, я те удары наносил. И это проходило. Я очень хорошо знаю своего соперника. Мы встречались очень много раз на различных соревнованиях. Я тоже стоял с ним в спаррингах как-то три года назад. Он очень бьющий парень, выносливый. У меня есть своя тактика к этому бою. Я думаю, что вы в бою его видите. Этот бой в честь Ахмада Хаджи Кадырова. Будет очень волнительно для меня. Ну, иншаллах, все будет хорошо. Каталин, как настоящие гладиаторы, мы с тобой покажем, кто из нас лучше. И там определиться победите. Ну и вот Забит Самедов Маугли. Это тот, который на самом деле истинная, местная особенно, звезда, представитель клуба Ахмад. Еще не просто представитель, а еще и является президентом этого клуба. Это новоявленная должность, которую он буквально несколько месяцев назад получил. И, кстати, по его собственным признаниям мы слышали, что он спарринговал как раз с Марошану, в том числе и этот опыт у него был. Да, я просто вот сейчас смотрю на рекорд Каталины Марошану. Они не встречались именно в поединке, но, видимо, спарринговались. А что касается Марошану, то надо отметить его победу над Даниэлем Ленти. Это финалист турнира боевая правила на Кубок Датнефть. Проигрывал Павлу Журавлеву, что, в общем-то, не мудрено, но это как раз было на Гран-при К1. Это было вне Румынии, скажем так. Побеждал Андерсона Сильву, побеждал Пола Славинского. Также побеждал Стефана Леко, причем в 2011 году. Но уже Стефан Леко даже тогда уже был, в принципе, Роман на спаде, на старте своего спада окончательного. Но то, что он выиграл у Андерсона Сильвы, я вам скажу, что это очень важный показатель, потому что Андерсон Сильва – это парень из топа, мы знаем сам. Да, 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 он же скоро будет боксировать перекомер Хуменом. Да, да, в том числе. Поэтому и Пол Славинский, мы помним, что Забит как раз тоже ему проигрывал. И проигрывал впоследствии здесь, опять же, благодаря клубу «Ахмат» был сделан матч-реванш. И Пол Славинский уже снискал поражение как раз от Забита Самедов. Да. Последний раз Забит Самедов проиграл в 2013 году Бадрухари. Все прекрасно помнят этот поединок. Бадрухари он проигрывал несколько раз, но и побеждал его, вы помните, все как. Проигрывал Тайрону Спонгу, Эролу Зиммерману. Но Эрол Зиммерман вообще такой персонаж неоднозначный. Он может великолепно отбоксировать, а может бой провалить. То есть очень неровно выступает. Убивительный парень, сейчас он вообще разряжен. Последние его бои, которые я видел, это вот человек был с пузиком эффекта арбуза. И парень вообще без кондиций и просто разрушенный. Его там бьют уже средние ребята. Да. Он действительно в топе. Он был спарринг-бартнером у Сереги Харитонова. И Лалестарова, верим, там он бил топов всех практически. Эрол Циммерман действительно большой чемпион. В прошлом уже, пока. Но этот, кстати, действительно выразительный персонаж, он может и вернуться. Вот такой Эрол Циммерман может... Состояние тяжелого, разобранного состояния может вернуться действительно в лучшие кондиции. Представляете, вот такой Эрол Циммерман. Игрок. Он игрок, он любит играть как в прямом и так в переносном смысле. Да. Кстати, хотелось бы еще сказать несколько слов и про Каталина Мурушану. Я вспомнил, он побеждал Сергея Гура в свое время. Который сегодня уже выходил на ринг. Но Сергея Гура того, который был в полном порядке. Что касается Забита Самедова, можно выделить его знаковую победу над таким мастером своего дела, как Алексей Путин. Да, конечно. Конечно, у Забита на самом деле много было побед ярких и очень над крутыми соперниками. Как я уже говорил, он Мелмана Менхофа, в том числе Билл и Макдональда. Еще несколько топов интересных, очень крутых бойцов. Истинный Маугли. И в свое время, почему он так прозвали, он очень много бил скачковых ударов, прыжковок. И Супермен, и левый сбоку скачка. С скачка правый и такую натяжку. Совсем не боксерские удары. Его вот прозвали таким образом. Ахмат Кикбоксинг, proud to present the main event of the evening. Five three-minute rounds for the WBC Heavyweight Championship of the World. Супервайзер из Франции, from France. Хаджи Бетаха, судьи у ринга, at ringside, free Georgia, scoring this championship. Денис Сиденко, Рашид Апажев и Олим Кудаев. И с ударом гонга, ваш рефери в ринге. When the bell rings, your referring judge, Александр Беллин. Итак, дамы и господа, на трибунах, миллионы фанатов во всем мире. В прямом эфире, с арены спортхола Колизей города Гроссова, на телеканале Матч ТВ, бой за титул чемпиона мира! Ladies and gentlemen, and attendants, and millions of fans around the world, live from Colossium, спортхол, arena, grossly, live on Batch TV, world title bow. Представляем его, соперников, и первым бойцом в синем углу ринга. He does it first, fighting out of the blue corner. Ему 32 года, рост 180 сантиметров, вес 106 килограммов. 32 years old, his 10th, 180's in the middle of the soul. Official weight, 1.5, 6, килограмм, 7. Профессиональный рекорд, 51 бой, 42 победы, 9 поражений. His professional record, 51 bowels, 42 victors and 9 losses. Чемпион мира, чемпион Европы по тайскому боксу и Ка-1. Чемпион организации Supercombat. Ladies and gentlemen, he's wide-time, K1, European and World Champion, and Supercombat Champion, representing Skafgon Team, Romania, please hold up! Каталин Шерхан, Моро-шану! И его соперник, Красному Гуринга. His opponent, fighting out of the red corner. Бойцу 31 год. Рост 183 сантиметра, вес 99 килограммов. Его профессиональный рекорд, 105 боев, 95 побед, 9 поражений при одной ничее. His professional record, 105 баллов. 95 victors, 9 losses and 1 to fee. Чемпион мира, K.O.K. Чемпион Европы Grand Prix K-1. Финалист Мирового Grand Prix K-1. Ladies and gentlemen, he's K.O.K. Champion of the World, K-1 Grand Prix Urban Champion, and K-1 World Grand Prix. Ladies and gentlemen, welcome to the club of M.A. And here is the club of M.A. 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 St. Helens! АПЛОДИСМЕНТЫ Очень интересно, в какой форуме подошел Каталин Марушану, потому что, насколько я помню и читал про него, что он занимается сейчас не только спортом, а в том числе и политической деятельностью, такое распыление. Да, ну и на самом деле по его такому животику, так скажем, это видно. Но он никогда не был атлетом. Да, атлетом не был, но вот здесь есть нюанс, знаете, это вот именно такой профессиональный тренерский нюанс. Здесь я увидел кое-что, что показатель того, что не в лучших кондициях, так скажем. Не будем совсем раскрывать все тайны. В этом есть Каталин Марушану. Да, здесь он заряжен всегда, и они давно очень знакомы с Забитым и могут устроить всегда такую серьезную игру face-to-face, так называемую, или дуэль взглядов. Взгляд, заряженный левша Марушану, и Забит Самеда. Маугли против Шерхана. Заряд и побежал Марушану. Но в этом весь Марушану, в этом весь Каталин, он так всегда сражается. Если это у него проходит, то это нокаут или победа по очкам с большим преимуществом. Но здесь, с другой стороны, еще в чем вопрос. Каталин должен решить все свои вопросы до того момента, как он устанет. Потому что тогда ему будет совсем плохо. Смотри, размахиваясь с двух рук, и слева, и справа, и пропускает. Также рук с левой сбоку, и правой в догонку. Забит попадает точно. Многие свадебные удары, которые характерны для Каталины Марушану. Тоже, в общем-то, ничего нового. Показал Забит, что было завтра. Посмотрите, насколько проваливается Каталина Марушану. Этот Шерхан, который мажет и мажет раз за разом. О, ногой ударил. Это большая редкость. Удивительно. Ну и Забит. Самедов Маугли. Заряжен. Прекрасно готов. Правый хоккейк навстречу. Из Левши. Меняет стойку, попадает точно. И здесь Шоу. Шоу устраивает Забит Самедов Шоу. Да, решил показать. Смотрите, как проваливает и делает дурака. Из своего соперника. Хорошо, Каталина. Здорово, попадание есть точно. Область солнечного сплетения. Потрясающее попадание. Да, это нокаут, друзья. Скорее всего, не встанет Каталина Марушану. До свидания. Закончен бой. Законченная, наверное, потенциальная карьера Марушану. Ну, наверное, разрушена. И Рамзан Ахматович Кадыров врывается в ринг. И очень сильно он, конечно, переживает и болеет всегда за своих подопечных. Коим является Забит Самедов, уверенно можно говорить. Давайте еще раз увидим, как Забит Самедов выигрывал этот бой сокрушительно. Вот он повтор. Представляете, колено навстречу. На ринге сейчас творится просто настоящее пиршерство, плазненство. Воткнул коленный сустав в область солнечного сплетения, либо в живота. Вот он там пробил, не совсем отчетливый вид, куда именно в живот. Но этого оказалось достаточно вполне. На самом деле, после этого пропущенного удара Марушану не захотел, да и не смог. Я так понимаю, вместе здесь два, можно глагол употребить, не смог и не захотел. Да, ну он, в общем-то, пытался, старался попасть вот этими шальными ударами. Но все-таки выходить с таким планом на бой против такого мастера, как Забит Самедов, ну это, мягко говоря, наивно. Хотя не хочется говорить штампы о том, что это тяжелый вес, что один удар мог решить все. Мы все прекрасно видели, как Забит Самедов уходил от этих самых ударов. Он их видел с опущенными руками, они пролетали мимо цели. Ну все контролировал, на самом деле. Весь ход поединка контролировал и четко чувствовал, и виделся его оппонента в сегодняшнем бою. Забит очень был расслаблен, раскрепощен, релаксирован, и на самом деле работал по позициям и от положения. Но Марошану единственный шанс имел ворваться и, значит, вот в свою дистанцию постараться зацепить Забита. Несколько ударов Забита через защиту принял на себя, ощутил эту жесткость, эту мощь, но потом тут же отреваншировал, и отреваншировал очень значительно, яркой победой. Да, но, честно говоря, я надеялся на то, что Каталин Марошану приедет в чуть-чуть лучшей форме. Да, посмотрите, солнечное сплетение. Да, и даже хотя бы какой-нибудь бой Забита Самедов. Да, и на солнечное сплетение, и точно, классно, красиво. И так, знаете, по-снайперски, как снайпер действовал Забит Самедов, очень здорово выверено ту самую цель. Куда нужно? В яблочко еще, говоря. Да, совершенно точно. И еще, наверное, хорошо, что Марошан этот удар не пропустил в голову. Сокрушил Забит Маугли Самедов. Ширхана. Ширхана. Дорогие друзья, на этом пришла пора прощаться. Для вас сегодня работали Роман Мазуров и заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России Максим Моронов. Благодарю Роману и крепкого духа побеждайте, дорогие друзья. Оставайтесь на Матч ТВ. Слова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok